Морф сам по себе герой, ну, на самом деле сейчас не очень метовый, все видят, да, что адаптив качать нужно, но при этом не особо хочется. Киваи форм дает тебе больше возможности фармить, перекачку хочется брать хотя бы в двоечку, да, чтобы не погибать. В общем, скажем так, один морфинг уже выиграл в Водспирита, по крайней мере, мид он точно побеждал, но игру в целом они победили, но не сказать, что уверенно. С другой стороны, давай посмотрим на вообще Брид, какая у них концепция драфта, а эти коэффициентики на ваших ранах, давайте сначала обратимся к ним, потому что аналитики Бэтбум предлагают нам взять как раз-таки победу Брид за 1.52 и Эрми Джиньюс создал 2.4. Мне кажется, очень заманчиво, да, вот рискнуть на гениях, потому что драфта у них... Драфт хороший, драфт действительно для них созданный, да, по промокоду DPC3 вы можете получить бонус 100% на первый депозит. В общем, какой игры я здесь ожидаю? Я думаю, Нага покачает. Короче, мне очень интересно посмотреть, как отстоит свою линию Магнуса, как отстоит свою линию Морф, потому что я знаю, что Братрум свою линию проиграет, вот, скорее всего. Ну, да, там сложно, то есть Нага будет, скорее всего, большая, учитывая, что это еще и Джеки на Наге, сигнадурный герой. Опять-таки, я вот смотрю, ну, Магнус, он вроде бы убьет с руки. Подожди, а кто? Офлейнер же не Джокам, афлейнер... А, да, слой, у нас Батрайдер все-таки офлейнер. DB, DB офлейнер, да. Мы этот момент пропустили, а это очень важно. Я поэтому и подумал, кстати говоря, то есть там была вынуждена мера поставить Бару-3, он не флексился. Здесь можно подфлексить, и в итоге Батрайдер-3, мне кажется, даже получше. Я тебе говорю, что Батрайдер покупает здесь просто-напросто новый Вангард плюс Арканы, делает себе как раз-таки Октарин и Скейлиса в Лейт. Ему не нужно здесь играть активно, что-то придумывать. У него есть, условно, Магнус, есть у него Морф, и ему нужно просто отжимать лес у Наги, чтобы Нага была чуть меньше, а он, соответственно, был большой. Меня это полностью устраивает, и даже если эта игра затянется там, условно, на 60+, там такое ощущение, драфт у гениев может раскрыться. Да, 60+, драфт у Арми Джинниуса 100% лучше. Вот поэтому я и... Ну, то есть, если бы я увидел вот такой пик в противостоянии где-то на мажоре, там, допустим, Тундра играет, я бы, ну, сказал, что, наверное, пик слева лучше, потому что Тундра заберет свое и закончит. Эти парни не закончат игру. Вот, и мне кажется, что пассивная игра от команды Блит, как они обычно любят играть, она может стоить им вообще карты, если они ее сильно-сильно как-то затянут, протянут. Вот, поэтому давай смотреть. Вот, пока у нас старт такой плюс-минус ровный, все качаются, пассивненько. Я бы сказал, что для команды Арми Джинниуса эта игра невероятно важна, потому что, по сути, это путевка на переигровке за мейджор. По-моему, у них статистика 3-2. Если они побеждают, это 4-2, это столько же, сколько у талон. И уже можно цепляться. Возможно, даже сделать статистику 5-2 и поехать. Ну, слушай, действительно, сейчас такая стадия. Ну, в принципе, в целом-то абсолютно все игры важны. Ты либо борешься за путевку на мейджор, ну, либо, соответственно, за выживание, да, и продолжение первой дивизионе. Ну, уже на следующий год, соответственно. Поэтому, по факту, проходных матчей практически нет. Ну, и будем смотреть, наблюдать. Мы видим, что очень хорошо в миде все пока что у Войт Спирита. Возможно, там Йопа именно не доигрывал. Все-таки Кордон, он хороший как раз-таки в плане микроскилла, лейнинга. Да, Крипочков добивает. Рука у Марфа тоже хорошая. Йови имеет большой демэдж здесь. Бизнес Крип добивается. Ну, Дота плюс неумолимо рассчитывает на победу, блин. Ну, видимо, Нага. Я думаю, опять-таки, такие большие проценты из-за того, что очень маленькая выборка, да, то есть Нага там выиграла в 6 играх из 10 таких матчапах, да, и, соответственно, у тебя уже 60 на 40. Ну, опять-таки, да, сложно как-то оценить этих героев. Даже вот мы, условно, смотрим, вроде бы, все регионы, каждый день Доту, и всегда видим что-то новое, интересное. Ну, потому что мета развивается. Конечно. Если ты помнишь, прошлый патч был одним из самых продолжительных вообще в истории Доты, и даже там мета развивалась. Даже там удавалось некоторых героев открывать, переоткрывать, придумывать билды. А сейчас-то у нас вообще фактически новая жизнь, да? Конечно. И тут еще просто непаханное поле экспериментов, как говорится. Вот по промокоду Dota2 вы можете посмотреть шмоточки у наших партнеров, ну, в store со скидкой 20%. Вот. Но на карте у нас продолжается затишье. Три минуты, ноль фрагов. ФБ еще не сделано. Что не характерно вообще для команды армии Geniuses. Обычно они либо где-то фидят, либо где-то делают ферзблат. Так, вот у корта начинаются легкие проблемки на миде. Еще и глифт прожимает, потому что там где-то у нас происходит, да, на топе. Вареж. Напали. На вареже. Ой, неприятно, залетел у нас здесь диджей. Ну и, скорее всего, это будет ферзблат. Хотя, индиодрим спасает, казалось бы. Ай, сейчас может сам подставиться. Залетает миночка. Неприятно, больно. Вареж погибает. Первый индиодрим здесь тоже, скорее всего, остается. И заберут Ляса и Сайса. Вышка еще одна тысячка. Но, скорее всего, он даже сам хочет умереть, потому что ресурсов нет. Большой провал на топ-линии у Армии Джиньюсов. Мне кажется, вот Тэч слишком силен просто на ней сейчас. Да и на боте, посмотри. Да, и этот Сайленсер, он просто... Ну, действительно, под щитом. Минка. Вот, кстати говоря, Сайленсер в Абадону. Вот я об этом и не подумал. Это же очень плохо. Ты курсуй, диспейлишь. Да. Ластвор тоже можно с тиммейта диспейлить, дебаф. Плохо это выглядит, конечно, всегда. Ну, мы видим, что на всех трех линиях все очень хорошо. Команда Бли. То есть Нага фармит, хотя там и крипов не супер много, да. Но, тем не менее, он набирает. Я думаю, у Джеки здесь будет пространство. Так как Инча все-таки она постоянно пробивает здесь и ДБ, и Йохама. Поэтому получается каких-то крипочков добивать. На миде в итоге у нас немножко, но, переигрывает у нас все-таки Кордон. Да, там чуть больше динаев. Но с левелом, я думаю, у Армфастэн как-то игра попроще. Больше дэмэджа, сильнее адаптивы. Ну, и, соответственно, скоро у него там уже плюс-минус появится Филактерия. И на топе вот там будут проблемки. На Магнусе, наверное, там просто нужно фармить. Вот ничего не нужно придумывать, тебе не нужно драться, тебе не нужно убивать и помогать своему саппорту. Просто фармить. Набрать шмотки. Если тебя будут напрягать, уйти в лес. Если тебя не будут напрягать, стоять линию как можно дольше. Ну, типа, это дефолт, мне кажется. Да, дефолт. Магнус хорошо, конечно же, фармит. А ССС уже под читом бежит в Варежа. Инча приходит с порталом в топ. И сейчас будет какая-то возня здесь. Чарж летит. Выбивает Курьера. И Нью Дрим. Пытается отступить. Скивер у него есть. Ну, все, в общем-то, тут уже не подцепили. Вареж, видимо, телепортировался. Оттуда фласку надо дать сейчас своему тиммейту. Оставляет нагу 1 на 1 с пэтрайдером. Ну, Джокам, что, потратил чарж. Что-то замешкался. Сейчас умрет просто. Да, что-то он очень зря там побежал. Он вообще хотел просто забрать крипапу нейтрального. Залетает тычки. Молния. Это фраг. 3-1. Блит начинает лидить. Тысяча золотого преимущества. Напрягает очень сильно Инью Дрима. Который, по факту, даже, наверное, не хочет уже на этой линии находиться. Спина выходит НЧА. Толкает линию. Абадон знает, что где-то находится тычч, но благо там у тыччч очень мало маны. Ну, вар, кстати говоря, и нашли. Хороший такой интересный вард поставили здесь. Игрыки команды Блит. Очень тяжело сейчас Магнусу здесь будет фармить, потому что прям обходит его со всех сторон. В миде рефилится Боттл Йови. Йови. Зарефилился? Да, зарефилился. Все в порядке. Контроль. Рун еще... Ага, рун на невидимости была ускорна. Я подумал, что уже только шестая подходит. Но пауруна уже была. По нетворцам пока не сказать, что... Да, тысяча преимущества. В чем оно заключается? В том, что Бетрайдер у нас, видимо, 2-300, а Абадон 3-100, да? Опять попытка убить Инью Дрима. Рейндроп Прокнул, Скивер. Отступает здесь Инью Дрим. Вешаются спеллы. Еще у Айсайсайса, посмотри, он Доминатор делает, что довольно любопытно. Дубу теряет еще одного Курьера. Идет воровать Экспруну. Баратрум. Отличная работа, что в боте Течис не успевает. Если в боте... Да, это на самом деле очень важный момент, потому что Течису нужен шестой. Катастрофически нужен. Забирает баунти Кордон, получает чарж в лицо, получает пички. Не хочет ли Кордон как-то наказать Баратрума? Ну, тысяча хп, поди накажи его. Он слишком плотный. Можно было потратить ресурсы, не убить. И, соответственно, потом вернуться в мид без ресурсов, да, быть юзеристым какое-то время. Поэтому, мне кажется, он тоже принял правильное решение. То есть, если бы хотя бы какой-то саппорт был рядом, я уверен, он бы этот фраг сделал. Видимо, он пока что доджет как раз-таки адаптиво. Вторая руна достанется как раз-таки тоже. Посмотри на разницу в Нетворсе между Морфом и Войт Спиритом. Ну, да, мид по факту для Морфа очень удача. Хотя там по крестату все было очень ровненько. В какой-то момент даже Кордон выигрывал. Но суть в том, что ты постоянно приносишь себе расходники, ты покупаешь обязательно дропы, которые у тебя кончаются. И все это золото, которое уходит в никуда. Да, да. По промокоду DPC3 вы можете получить бонус 100% на первый депозит у наших партнеров в Бэтбум. Морф идет контролить руну. Не везет ему. Но, с другой стороны, Кордон не самую полезную руну забрал. Сам по себе. Ну, на самом деле, мне кажется, в любом случае сейчас практически любая руна, она очень полезная. То есть раньше помнишь, что иллюзии это иллюзии. Сейчас они хотя бы дисплей дают. Ну, да. Накидываешь развеяние, можешь что-то задоджить. Да, плохих прям, совершенно плохих рун не существует, наверное, сейчас прям, да? Каждая руна что-то тебе позволяет сделать. Тут, например, скоро у Сайленсера может... Ну, хотя он не успеет это активировать. Мид вышку начинает Йови ломать. И достаточно успешно пробивает. Я вот не заметил, что стало с Ботекспруной. Возможно, Джукам подобрал, потому что он туда стрейфился в какой-то момент. Да, он забрал вторую экспруну. Он не получил много экспы, пока бегал туда-сюда. Но большие проблемы у Течиса с левелом должны быть из-за этого. Ди Би пытается поднапрячь Джеки здесь. Можно сказать, что получается, потому что Джеки вынужден отступить. Это попытка зафорсить ТПшки. Может, баш какой-то... Так, стоп, секундочку. Ну, это очень далеко. Хотя бы ТПшку на СССе выбили, и можно отойти. В целом, на самом деле, опасности практически не было. То есть, там нужно было как-то два раза забашить, да, от Лассоу отвести. Но Firefly заканчивался, больше какого-то дэмэджа не было. Ну, решили напрячь. И правильно делают. Они стараются у Наги именно отжимать фарм. То есть, Батрайдер там мог просто пойти в какой-то лес, застакать крипов, выпулить. Но вместо этого он именно за Наги, с его стремленно, направленно гоняется. Он у него выжимает, скажем так. Ресурс не дает ей просто бить крипов. И мы видим, что у него там уже вроде бы вангард. Дай шарканы. Все-таки будет играть через Актарин. Я говорю, этот билл самое главное не запороть. Вот там какой-то купил блинг, пошел драться, потерял тайминги. И потом ты уже бегаешь с длинком Актаринов, фармишь что-то там БКБ. Потом там как-то пытаешься в эту игру крем бэкнуть, и не получается. Да, если ты хочешь вообще подобный билд использовать, самое простое это думы. Пикнуть. Я понимаю, что он был забанен здесь, но вот Джабс показал, насколько вот это глупая затея рашить пайп тогда, когда он тебе просто не нужен. Вот ты зарашил пайп, и все. И тебя нет в игре вообще. Ты юзелес. А на думе тяжело быть юзелесом. Да, и в лейте не заскейлишься. У нас, по-моему, у Юви уже появляется в Лакторе. Очень неприятно. Спирит Брейкер погибает. Спирит Брейкер погибает. Тут две шишки. Одна с Доминатора, другая от Энчантенс. Падает второй тавер. Потихоньку Айсайсайс начинает пушить. Будет, скорее всего, сейчас Айсайсайс приобретать после Доминатора, наверное. О, Йови попался. Вейвформ пытается забрать диджей. Здесь пошли телепорты. Есть перекачка. Йови пока живет. Превращается в войс спирита, пытается выйти. Дипи здесь. Есть Дипи. Куда же ты прилетел, дружище, братишка? Магнус дает прекрасный РП по всем, но Айсайсайс нажимает ультимейт. Сейвит еще одного из своих тиммейтов. Начинается какая-то непонятная драка. Чарж от Джокама с респауна. И хотят ультануть в Кордена, кажется. Но, ага, щит повесили, чтобы... А, ульты у Джокама нет, извините меня. Он что-то так поднял лапы, как будто он хочет Незерстрайк дать. Потеряли только Течиса. Убили большое количество героев. Дипи. Ну, просто... Прилетел и умер. Что по ресурсам вообще у Кордена Аркейн Руны. Ему сейчас еще и Боттл перерефилит. Ну, слушай, в итоге, блин, то и ситуация вышла очень круто. Мне кажется, они понимали, да, что это состоит на линиях не вариант. Перемещались много на топ. То есть, инча выходила, сломали вышку. И сейчас отличный выход в мид. Все было разыграно на тоненького. Но, тем не менее, это работает. Нага у нас в рефарме. То есть, очень много на Творсу об аддона, как ни странно. То есть, это будет, ну, скорее всего, домов за оверлор. Да, понятное дело. Нет смысла покупать первый домик. Дальше я вот даже не знаю, что на обдончике можно покупать. То есть, ну, опций много. Ауры, скорее всего, какие-то, да, тебе нужно как-то усилять свою нагу. Плюс-минус, наверное, для Войспирита ауры тоже сейчас очень хороши. Может, даже Владимир купить? Ну, об аддон же сейчас универсал или силач? Об аддон? Да. Универсал. Об аддон универсал, значит, манты. О, думаешь, так даже. От глобала. Глобал же об аддона, по сути, контрит. Потому что ты не можешь в глобале нажать ульту свою. Ну, кстати, да, прикольно. Вот ты получаешь РП, ты тут же ультуешь, сам себя сейвишь, тиммейты сейвишь. Да? И чё? И всё. Вот, например, у нас фармит In Your Dream. У него был классический, скорее всего, это будет, ну, наверное, без Бринка даже. Я не думаю, что стоит покупать Бринк. Ты покупаешь себе Гарпун. Дальше, может быть, даже стоит купить какой-нибудь Сильвер. И ПП-шку, да, чтобы просто быть максимально полезным. Не уверен я здесь в Бринке, он не особо нужен. Я говорю, здесь давать РП, по сути, некуда. Постоянно попадёшь в какой-то Абаддон, Абаддон может одному герою его снять. В общем, самое главное просто иметь побольше статов. На топ перемещается ДБ. ДБ здесь как-то хочет просто дефать вышку, потому что с крипом, то есть два крипа, вышечка-то падает довольно быстро. Акторин у нас скоро появится. Ну и всё. Мы видим, что четыре калида у команды Брид. Линия, они постоянно получше. Но самое главное, что просто они, кажется, именно по карте перемещаются. Увереннее. Ну, по факту, да. То есть они находят флаги, они постоянно как-то атакуют, стягивают героев и, ну, более успешно во всех своих глазках. Магнус там вообще улетел куда-то по Нетворсу. Докупает там себе свою саблю. Ну, у него пространства очень мало. Вот он пришёл вверх. Увидел, что ему пушка вышит. Увидел, что там сбоку справа. Пушка вышит. Пушка вышит, да. И сбоку справа там выходит инча и уже стоят не краем. Ну, что поделать? Ладно, наверное, нужно перемещаться на бот. Плюс желательно поделать какие-то стаки эндштов. Магнус их фармит там на раз-два. Что, у нас как-то очень пассивненько в итоге всё движется на самом деле. Ну, тем не менее, куски падают. Бледы пушат четвером. Остановить их не могут. Нага фрифармит. Ну, мне кажется, сейчас будет остановочка. Давайте посмотрим. Нападение на Ассайз. Ну, это... Очень много ресурсов на него сейчас потратят. Выбит ультимейт. А дальше как? Ультимейт пока что выбит. Есть Кюрса. Абадон под лассу. Улетает под лужку полный. Глобал есть. Смотреть. Настакивается пока что в лице. Йови должен, наверное, пройти быть до конца. ДБ. Ну, оставь. Прыгает Т. Сейчас нападают на ДБ. Есть Глобал. Хватит ли дэмэджа забрать? ДБ здесь минус Бэтрайдера. Ассайз уже без ультимейта. Используется неплохой РП. Ребята пытаются хоть какой-то дэмэдж влить. На варежи нападает Кордон. Забирает его. Минус 2 от команды Арми Джинниус. Ис Кордон здесь борется. Получает скиллы в лицо. И пытается выйти. Ну что? Оффлейнер саппорт на оффлейнер саппорт. В принципе, вышку задефали. Да, в пятером. Да, потратили скиллы. Потратили РПшки. Но это очень важный файт, который нужно было принять. Потому что, потеряв здесь Т2, ты можешь затерпеть слишком сильно. Слушай, такой момент был на Тонике. Вот сейчас Арми Джинниусы бы ошиблись. Это была бы прям конечная. Хватило дэмэджа в итоге и на Течиса, и на Абадона. Если бы еще был какой-то Вижен, то и Кордона можно было подцепить и забрать. Ну, тем не менее, да, у нас просто Джеки, который просто фридлабит. У него суперхороший фарм. Его никто не останавливает. И у нас нападение, опять-таки, на Спирит Брейкера. Находят в очередной раз. Он забирает там дэбл дэмэдж. Деби бежит. Залетает у нас миночка. Ну все. Это точно фраг. Просто вопрос, кому достанется. Деби бирает. Абадон, он вряд ли уже приобрел большой доминатор, да? Это крипс маленького доминатора. Есть Владмирс. Так, ребята прям агрессивно идут атаковать эту вышку. Но знают, что нет глобала и РП, поэтому могут себе это позволить. Там Батрайдер на полу валяется. Неужели он там не смог собрать... Шмотки побил. Ну, бывает, ребята, там очень много разбирают. Ну да, да. Слишком много, когда в инвентаре шмоток у тебя не упадать начинают. Нет слота под них, под маленькие, когда ты там что-то разбираешь. Варишь. Оп-оп-оп. Не успевают дать сеточку здесь. Здесь Магнус профармил пока что Аншентов в боте. Качается Морф. Ну да, вот Войт Спирит на тысячу на Творса проиграл Морфу. Но когда заходит вопрос о том, что надо что-то поделать на карте, Морф говорит своей команде не сегодня. А Войт Спирит говорит, парни, помогите законтролить пауруну, я в солю вам игру. Пока это и происходит. 16-ая минута. Везет Йови, сбирает ему рунную регенерацию. Нападает на Диджей. Есть чарж. Как-то может остановить его. Ремнат его останавливает. Табадон рядом. Прыгает. Превращается в Течис и не попадает. Кентавр станет. Глобал. Но это не спасет Йови. Погибает Морфлинг. Без Глобала уже находится команда Арми Джиньуса. Джеки уже приходят в драку. Как будто он готов сражаться с одной мантой. Да, это топнет ворс. Но иллюзии Наги пока что там могут умереть за курсу, чарж и какой-нибудь там шоквейв с РП. Хотя я так сказал, как будто это мало. Это на самом деле очень много. Вот этим всем еще нужно попасть. Но в данный момент игра длится по такому сценарию, что буквально покупка Тараски, одно неправильное действие Арми Джиньуса, и они проиграют карту. Да, ему уже сложно файтиться. Мы видим, что что-то пытался придумывать на с Йови, да. Залетел слишком далеко, переагрессировался, стало же, поплатился жизнью. И вот я смотрю на эту ситуацию. Очень много аур. В итоге герои, скажем так, не пробиваются у бредов. А потом всех сейвят. Есть Мека там на Течисе. Уже Доминатор, соответственно, второй, да. И мы видим слишком большое количество аур в итоге есть действительно у них. А вот что могут ответить сейчас чем? Гениям? Я даже не знаю. Блинк появляется на Инди Дриме. Но я говорю, здесь РП не очень сильно решает. Нужно как-то... Наверное, даже с Кейли Савлэйт просто распармливать карту. Не погибать желательно. И просто пытаться, пытаться эту игру затянуть. Вот прямо сейчас драться практически нереально. Дальше Тараска на наге, ты абсолютно прав. С этой Тараской уже можно пойти за Бет Рошана. Ауры у нас есть. Ну, все замечательно. А Блит пока что свой драфт реализовывает намного лучше и качественнее. Не работает задумка Армии Джиниусс. По крайней мере, в данный момент. Может, все идет по плану у них. С точки зрения того, что Морф там свое берет, да. Но вторая Т2-вышка у них сейчас упадет. Большого Крепочка нечем контестить. Минус 250 для Сайленсера только. Ну, ничего страшного. На самом деле, они вышли с Маке. Они ожидали, что нападут на Бат Райдера. Но никто не прыгнул. И на этом нападение, соответственно, Байт, Смог, Почеган. Окончился. Ситуация не самая приятная. Мы видим, что у Ди-Би много. У Магдуса, ну, вроде бы, достаточно. А вот Юви начинает проседать. Потому что с этой Филактерией он в армии быстрее не стал. Прагать не получается. Слишком тимплейная игра от Блит. Они не подставляются. Они там всегда двигаются втроем, вчетвером, костяком, да. И один из Джеки, который просто распорливает, раскачивает. Остатки карты. 6К, лид, 18-ая минута, очень уверенная игра от Блит. Мы говорили, что им нужны очки. Они 100% хотят отобраться на мейджор и не давать никаких шансов. В принципе, правильно делают, как бы, да. Коэффициент уже на ваших экранах, друзья. 7,5 на Арми Джинниусс, 1,06 на команду Блит. Промокода DPC3 вы можете получить бонус 100% на первый депозит. Вот диджей уже с грифзами разобрал там арканы. А, нет, ничего не разбирал. Все нормально. Извините, пожалуйста, я уже что-то поплавило после игр команды Талон. Да, бывает. Что у нас там? Шмоточки потихонечку падают нейтральные. Выбивает сейчас до себя Эрми Джинниусс. Перемещаются вообще наверх. На топе у нас Нага плюс Энчантрис в миде. Кстати говоря, не так много героев, но Вижн-то нет. Или как-то могут прочесть этот момент. Мы видим, что еще один телепорт делают сверху. Ну, соответственно, у нас на миде остается один Айсайсайз, на которого есть смысл напасть. Так, бежит у нас сюда Мортник. Они нападают даже не сколько на Айсайсайза, а на его крипа. На крипочка, да. Ну, Айсайсайз байтит соперника. Получается, Кир, он сейчас тоже свидет. Он слишком далеко. Команда не успеет. Они бегут, но... Мне кажется... Подходит Войт Спирит. Так, Баратрум бежит. Есть Глобал. Ну, да, сон. И что? Разворачиваться будут? Течис, Течис, Течис прыгает! Сон не отжимает Джеки. Грубейшая ошибка от него. Но, кажется, это не спасет команду Арми Джиньюсис. РП вроде бы неплохое. Пытка пробить Войт Спирита. Ему больно. Форстафы есть. Что по степу? Степ есть первый. Филактерия и Кордон. Уходят, диссимилеют. Но он там курсан на нем висит. Должен умереть, по идее. Или нет? Живет. Что происходит вообще? Погибает Йовер? Он слишком далеко за Дайву. Джеки у нас уже старается его. Невозможно пробить. Кордон еще и разворачивается. Делает этот фраг. Выживает только лишь у нас Инье Дрим. Плюс как раз таки Джохам на Сфиритбрейке. Если бы Джеки отпустил сон вовремя, какие же похороны бы были? Вот этот вот Течис, который приземлился во всех. Он, кстати, гривзы вообще дал? Дал. Слушай, ну я понимаю. Но там, знаешь, на самом деле, вот именно кастайм есть на Джимсона. Ну, я согласен. Это тебе не статик скомбить, да? Который там постелил и как попало, да? Работает. Так, Джокам пытается выйти, но не догоняют его. Чтобы продолжать закреплять преимущества здесь, команде Блит надо, наверное, забрать Рошана, который сейчас в боте находится, через Абадона, с его аурами, с Доминатором. Я думаю, что это сделать будет нетрудно. Дубу видит Джокама. Диспейлит ему бульдоз. Ну, такой, как бы, килл, за которым гонялись долго. Непонятно, насколько он реально нужен, но если заберут Рошана сейчас, то как бы не зря стрейфовались всей пачкой, да? Конечно, не пойдут. Ну, слушай, мне кажется, уже просто демиджей не хватает у гениев. У них ограничено количество урона, плюс РП. Ну, ты видел, да? То есть там, казалось бы, пять врагов рядом, но в кого-то терпе. Но скиллы же они жмут по-человечески. То есть вот было близко там. Реально, чуть в Уитспирита не забрали. Могло получиться, он там как-то спрятался в кустике, и все, у него было ок. Так, смок активирует Блит, и что, просто бьют Рошана? Непонятно, зачем для этого смок нажимать? Боялись там варды какие-то. Ну, и слушай, Дубль-2. Опять аналогичная игра, где у нас супербольшая Нага. Лид там у нацами тоже был, ну, в районе там, 5-6 тысяч на этой минуте над, как раз, и Илья Дримов, и Йове. Но при этом как-то Бумуму удались там проиграть. Посмотрим, может быть, это все-таки крутой драфт у гениев, и они опять-таки смогут камбэк. Либо же просто Бум, в тот момент не доиграли. Ну, посмотри, посмотри на Нетворца вообще. Играбельные. Ну да, не, я к тому, что одна Нага большая. Ой-ой-ой, как больно там сейчас остается. Ди-би, ди-би просто убегает. Уксу-диби, кстати говоря, есть БКБ. Все тайминги у него соблюдены. Но сейчас такое ощущение, что можно добрять в лайт. Игру просто нужно максимально затягивать. Нага уже большая, а Нага, говорю, будет ультимативная. Соберет все нужные необходимые шмоточки. Ну да, по сути, вот мы когда видим Морфа в Нагу, мы говорим о том, что Морф покупает Аганим, в Нагу превращается, ворует кучу статов. При этом его иллюзии тоже сильные, да? Но здесь Морф такой, приколист. Бегает через Филактерию. Основной Core это Магнус. Магнус под Эмпауэром тоже, конечно, неплохой дэмэдж по иллюзиям Наги на ходе. Диджейс Солид. Здесь Сайленсера. Где-то пытаются атаковать игроки Арми Джиниусс, но Ди-би просто прожимает БКБ. Вынужден он уйти. Ай-сай-сай сдолбит вышку. Будут ли перегруппировываться Блит? Ну, вроде бы Сайленсера пока что нет. Кордон начинает на хосте здесь наводить суету, цепляет Джукама. Джукам уходит на Бульдоз, накидывает ему сетку. Ставится пауза. Окей, ну заспавнится Сайленсер. Может быть, как-то смогут подраться Дайер, но у Бэтрайдера уже нет БКБ. А Сон у Наги есть, Егиды. То есть, если ты дал РП, Сон ты перегруппироваешься, да? Магнус с Даггером. Окей, Магнус с Даггером и с Мантой почти. Да, вот я говорю, у меня Блинг здесь не очень нравится. То есть, очевидно, это хороший артефакт на Магнуса всегда. Да, он практически нужен. Но, тем не менее, во-первых, там нет Гарпуна, насколько я вижу. Во-вторых, с этим Блингром тут не может быть хорошая РП. В целом, идеальная РП здесь получается, это если Нага присвоить спирит, да? И то Абадон может снять. Условно, мы видим, что не факт, что хватит демиджи. Нага Стараска, Нага плотная. И, соответственно, есть вариант этого бить быстро. Фордана. В прошлый раз не получилось, демиджи не хватило. В общем, давайте смотреть, наблюдать. 8000 преимущества очень солидного. Команды Брид зажимают на ней по карте, перефармивают, постоянно забирают какие-то таргеты, обжективы, нападают, напрягают героев. Манта Стайл на Мортниге, плюс Манта Стайл на Магнусе. Вот две манты, ну, это не супермного демиджа, но зато это дополнительная, скажем так, возможность, там, что-то за тот же дескейп выжимаемся тебе прибавляет. Плюс это какой-никакой, ну, дополнительный фарм. Распространяешь постоянно свои иллюзии, там они толкают, что-то там добивают. Это тебя, наверное, тоже плюс-минус устраивает. Проблема глобальная в чем, что сейчас очень сложно по карте играть в команде Армиджиниусс. Тимфайта они принимать не могут? Не могут. Ну, соответственно, нужно постоянно как-то скаутить врага, погибать где-то на саппортах, для того, чтобы коры как-то могли хотя бы просто понимать, где они имеют право фармить. Я бы сказал, что пик силы у Армиджиниуссс это покупка Аганима на Морфе, чтобы воровать статы с Наги-Нага. Здесь такой единственный, можно сказать, что жесткий кор. Можно уводить спирита, кстати, украсть еще кучу статов, тоже кайф. Но пока Армиджиниуссс нажимают смоук, идут в надежде найти какой-то пиков. Но безуспешно. Или просто уходят вглубь карты. Здесь Джеки просто фокусили. Д-3 вышку. Джеки это парень, который вот так вот может делать. Позволяет себе. БКБ не хочет ждать бежать бэтрайдера. Нажимает в последний момент. Таки еще минус один заряд Блэкинг Бара. Но время тянуть надо. Нападают на Варежа. Но сейчас... Э, нет, это на Диджей напали. Или на Варежа. Я не понял. РП. Гривзы будут. Гривзы жмутся. Дизарма нет. Чаржат здесь Кордона. Размен с Апами. Но Нага ломает вам Бараки уже, ребята. Держу в курсе, так сказать. Ну, слушай, да. Полностью устраивает, мне кажется, размен команды Блит. РП были вынуждены потратить. Причем, по факту, в одного героя не попали Кордона. Ну и сторона. Ммм, Баре. Юли Аркенруну нашел. Ну, Кордон просто, как бы, балуется. Балуется со своим соперником. Флексит, да. Сбивает какие-то там чаржи. Заставляет соперника отвлекаться на него. А, по сути, Нага в этот момент делает основную работу. Да. Побеждает в компьютерную игру Дота 2. Ломая Бараки сопернику. Интенсивнее, интенсивнее. Там еще и бабочка. Айгес, кстати говоря, не закончился. И, по факту, ну, ничего не могут же придумать здесь Эрми Джинниус. Ну, Блинк Скивер какой-то разве что. Блинк Скивер. Отвести Нагу далеко. Закоммититься сапок за ней. Убить этих сапов, которые закоммитились, да? Что-то подобное разве что. Ну, наверное, да. Почему нет? РП-то, кстати, потратили же, да? Для того, чтобы Течиса забрать. Конечно. Это не зеленый свет вообще для Блидов? Забрать еще одну сторону. Я что-то пока не понимаю. Йовет вроде дофармит свой Аганим. Чуть осталось. На самом деле, это хороший тайминг. То есть, заканчивается Айгес, появляется Аганим. И, наверное, нужно принимать уже сражение. Потому что боту нет. Соответственно, дальше будет только сложнее. Второй Айгес, по сути дела, тоже будет конечная. Йодрим, что у нас будет делать БКБшку? Ну, ребятки, нужно что-то с этими иллюзиями делать. Такие вот, мне кажется, саппорты максимально слабые против Наги Сирены здесь. Кирид Брейкер ничего не делает, Санисер тоже Наги ничего не делает. Иллюзии создают очень много дискомфорта. Иллюзии нужно убивать даже уже, наверное, Марфу и как раз-таки Магнусу. Причем у Магнуса дэмэджа по иллюзиям не так много. Там Миссы. Да, да, да. Ну, заставляет соперника терять позиционку, нюкать эту Нагу. Магнусу нападают на ДБ, есть Глобал. В Диссимилейт уходит Войт Спирит. Ман, ты задоджил, чарж, ты представляешь? Но его пытаются фокусить. В кого превратился Йови? В Йови превращается Нагу. Драк растягивается. Непонятно, что делать. Течис прыгает. Минус Баратрум. Минус Вариш должен быть. Айсайсай сбежит за ним дальше. ДБ, БКБ не нажимал, Лассо не нажимал. Непонятно, зачем ты вообще в этой игре, братишка, присутствуешь. Если ты ничего не нажимаешь. Выкупается Баратрум. Минка висит на ДБ. Он умирает, так и не нажав свой Блэкинг Барс Лассо. И видно по лицу оффлейнера команды Арми Джиниусос, что он готов идти next. Поскольку... Ну а что ты сделаешь? Я не знаю, что здесь можно придумать. Опять-таки, какой-то хороший РП. Не факт, что тебе поможет выиграть. Есть РП по Наге. Фокс пошел по Джеке. Джеке неприятно больно. Джеке нужно до Фокса, но он живет. Абадон его хилит. Абадон его спасает. Араска регенит. Еви там перекачивается. Опять-таки, в ловкость получает много дэмэджа. Но все еще живое. Айсайс неумолимо работает по баракам. Перемещается на топ. У нас Брит. Вроде бы Нага битая. Но, опять-таки, сзади стоит Абадон. Там уже нет ключевых способностей. У команды Арми Джинниус. Им, наверное, нужно собраться мыслями. И просто заулынить. Попробовать убить хотя бы саппортов, что ли. Я даже не знаю. Фокусить некого. РПшки нет. Вареж появился. Ди Би будет через 4 секунды. РП нет, глобала нет. Ни одной причины отступать. У команды Блид не имеется в данный момент. Могут они продолжать эту атаку. При желании Ди Би налетает здесь. Пытается найти какой-то угол для атаки. Для своей лосо как-то заюзать. Но не получается у него это сделать. И разворачиваются уже игроки команды Блид. Бегут за соперником. Бегут ломать последнюю сторону. Врывается Войт Спирит. Цепанул на ремнант. Попытка забрать. In your dream. Есть степ. Дэмэджи много. Манты доджатся. Это дэмэдж. Бараки потихоньку падают. Ай-сай-сайз. Перегруппировываются. Жмутся ауры. Иллюзии душат. Бараки падают очень медленно. Но динамика отрицательная для Арми Джинниуса здесь. Они рано или поздно. А так или иначе эти бараки потеряют. Им надо комититься. Но нечем. Тут РПшка отсутствует еще какое-то время. Может быть она появится и ребята пойдут в последнюю атаку. Но пока ребята избыть пользуются тем, что скиллов нет. И ломают в сторону. Да, это будут мега-крепы. Пока что подлышка улетает. У нас Иллюзии. Залетает у нас Бара по Кордону. Пошел фокус. Есть глобал. Вроде бы дэмэджа было много. Но Кордон просто же манты-манты-стайл выходит. И вне позиции. Очень больно. Неприятно. Есть лосо. А по кому там лосо? По Кордону. Но его никто не бьет. Или вне позиции. Скорее всего умрет под фонтаном. Там уже потихонечку начинают развлекаться саппорты. Диджей напрягает. Залетает сочно. Импетусы. Это минус передбрейки. Наверное, конечная. Потому что это мега-крепы. И разнос от команды Блит и Спортс. Ну, до конца будут играть здесь гении. Правда, сделать практически нечего. Нажимается слип. И это гуд гейм. Да, вот такая вот аккуратненькая игра. За 30 минут. Гуд не сильно активная. Не сильно... Не хватающие звезд с неба с точки зрения зрелищности. Но Блитам нужна была такая игра. Они взяли Абадон и Нагу. Они берутся для того, чтобы...